Заготовки на зиму. Помидоры, огурцы. Помимо остальных приправ, это гвоздика, перец, душистый, горошек. Я хочу добавить еще траву тархун, или по-другому называют еще эстрагон. Помидоры у меня разные. Есть мелкие черри, есть крупные бетчи-сердца. Подготовила баночки для укладки овощей. Вот тут они у меня лежат на тарелочках по сортам. Хочу немножко остановиться на сортах, которые мне нравятся. Вот эти вот помидоры черри. И желтые это золотая капля. Они такие очень сладкие. Вот прямо, что такие вот... Ну, вкусные, в общем, помидоры. Вот это вот помидоры, бычье сердце. Вот они даже и похожи на сердечко. Видите? Они очень мясистые. Внутри они такие вот не ярко-красные, розоватые такие вот. Ну, вкусные помидоры. Я в этом году садила их первый раз. Они мне очень понравились. На следующий год еще посажу. А вот это вот круглые, круглые помидоры, как яблочки. Это сорт Самара и Верлёка. Ну, они такие классические. Я их сажу уже давно, несколько лет. Ну, вкусные помидоры, да. А вот эти вот желтенькие, я их тоже сажу уже в третий год, наверное. Это сорт Золотое сердце. У меня в этом году один куст всего их. Мало. Ну, вот все, что поспела пока на сегодняшний день. И вот я их сегодня буду консервировать. Хочу по разным баночкам, разные сорта консервировать. И еще вот такие вот длинненькие помидорчики. Это сорта Шелмок. Такие вот они забавные. Длинненькие. Это веточки тархуна. Я также буду добавлять их сюда, вот в баночки с помидорами. В эту большую баночку я хочу положить помидоры бычье сердце. Вот их укладываю. Помидоры надо обязательно проколоть немножко ножом, чтобы рассол поступал лучше в саму помидорку. Все помидоры у меня по баночкам. Где-то я сделала сорти с огурчиками, где-то просто помидоры одни. Но везде я положила веточку тархуна. На первый раз заливаем горячей водой. Как обычно. На второй раз маринадом. Через 15 минут воду сливаем. Теперь сюда добавляем на каждый литр воды ложку столовую соли. У меня здесь 3 литра воды. То есть я добавляю 3 столовые ложки соли. И 3 столовые ложки сахара. И ставим кипятить. Рассол у меня закипел. Теперь сюда я добавляю столовую ложку уксуса. Так уксуса добавляю. Размешиваю. И рассол разливаю по банкам. Баночку можно закрывать. Вот они заготовки, которые я закрыла сегодня. 2 банки грибочков. И помидоры с огурчиками. Вот так они у меня постоят до полного остывания. И все убираю в подвал. Хочу показать, какие у меня красивые фиалочки расцвели. Я их вот полила удобрением. На день, когда солнце светит, я вот так вот прикрываю шторкой. Их поэтому они у меня сейчас прикрытые. Сейчас покажу и открою шторку. Такие вот красивые фиалочки. Как они все-таки любят, когда их подкармливаешь каким-то удобрением. Раньше я покупала специальное удобрение для фиалок. А в этот раз я полила удобрение «здравень» называется. Это для овощных культур и для цветов. Вот так вот они у меня распушились после поливки. Все, шторочку можно открыть, потому что солнышко уже спряталось от окна. Ушло в другую сторону. Вот они вот такие вот у меня фиалочки. На этой цветочной ноте буду заканчивать свой фильм. До свидания. Всем хорошего здоровья, хорошей осенней погоды, солнечных дней побольше. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok